И найдем, что век века воздать зато мы не в силах. Вредно пристрастие к кому бы то ни было из своих или чужих. Оно может мало-помало привлечь нас к миру и совершенно устудить в нас огонь сокрушения. Как неудобно одним глазом смотреть на небо, а другим на землю, так невозможно избыть опасности для души тому, кто не устранил себя совершенно и помыслом, и телом от всех домашних и пришлых. Многими трудами и усилиями усовершается в нас нрав добрый и благоустроенный, но и усовершенное многими усилиями может быть утрачено в одно мгновение, ибо худые сообщества развращают добрые нравы, мирские и неблагоприятные, неблагопристойные. Кто по отречению от мира имеет обращение с людьми мирскими или сближается с ними, тот непременно или впадает в сети их, или осквернит сердце помышлением о них, или не сквернясь сам, но осуждая сквернящихся, через это одно осквернится с ними. О сновидениях, какие бывают у новопоступивших. 25. Что ум наш весьма несовершен в ведении, и исполнен всякого неведения, этого невозможно и скрыть. Гортами различают пищу, слух распознает мысли, солнце обнаруживает слабость в глаз, и слова обнаруживают невежество души. Но закон любви понуждает покуситься и на то, что выше сил. И так думаю, впрочем, не утверждаю, что после слова о страничести лучше же сказать в самом этом слове следует сказать нечто о сновидениях, чтобы не остаться нам в неведении и об этой хитрости злохитренных. В сновидении есть движение ума при неподвижности тела. В мечтании есть обман ночей при усыплении мысли. В мечтании есть иступление ума при бодрствовании тела. В мечтании есть видение того, чего нет в действительности. Причина, по которой вознамерились мы в предпринятом порядке говорить о сновидениях, очевидна. Когда для Господа, оставив свой дом и домашних из любви к Богу, предадим себя странничеству, тогда бесы покушаются возмущать нас сновидениями, представляя нам, что домашние наши или горюют, или умирают, или за нас содержатся в заключении и терпят вред. Поэтому, кто верит нам, тот подобен догоняющему тень свою и покушающемуся схватить ее. Демоны тщеславия пророчествуют во время сна, по хитрости своей предугадывая будущее и предвещая то нам, что по исполнении видений пришли мы в удивление и вознеслись по мыслам, как близкие уже к дарованию предведения. Для тех, которые верят демону, часто бывает он пророком, а для тех, которые уничижают его, всегда лжет. Как дух видит он, что происходит в этом воздухе, и приметив, что человек умирает, пророчествует об этом сновидении легкомысленном. Но ничего будущего не знают демоны по предведению, и врачи у нас могут предсказывать смерть. Бесы нередко прообразуются в светлого ангела и принимают вид мучеников, и во сне показывают нам, будто мы в общении с ними. По пробуждении же нашем погружает нас в радость и самомнение. Это да будет тебе признаком обольщения. Ангелы показывают муки, суд и разлучения. По пробуждении же приводят нас в трепет и делают печальными. Как скоро начнем верить бесам в сновидениях? Наругаются они над нами и в бодрственном состоянии. Кто верит сновидениям, тот вовсе не искусен. А кто не верит никакому сну, тот любомудрый. Верь только сновидениям, которые предвещают тебе муку и суд. А если смущает тебя отчаяние, то и такие сновидения от бесов. Вот третья степень, равночисленная Святой Троице. Вступивший в нее, да не озирается ни направо, ни налево. Тарзаконие 5.32 Слово четвертое о блаженном и преснопамятном послушании. Слово наше, идя своим порядком, цветает на конец борцов и подвижников Христовых. Всякому плоду предшествует свет, а всякому послушанию странническая жизнь в отношении или к телу, или к воле. Ибо с помощью сих двух добродетелей, как на золотых крылах, святая душа некосненно восходит к небу. И, может быть, о ней-то воспел один духоносный муж. Кто даст мне крылья, как голуби, полечует деятельностью и почи созерцанием и смирением. Но не применим, если угодно, ясно изобразить словом и наружный вид этих мужественных воителей. Как держат они щит веры в Бога и доверия к наставнику в подвижничестве, отражая им, так сказать, всякий помысл неверия и измены. Как непрестанно простирает духовный меч, и им умершляет всякое приближающееся к ним изволение свое. Как облегшит железную броню кротости и терпения, отражает ею от себя всякое оскорбление, уязвление и всякий удар. Есть у них и шлем спасения, молитвенный покров настоятеля. И ноги у них несовершенно сжаты, но одна простерта на служение, а другая неподвижна на молитве. Послушание есть совершенное отречение от собственной души своей, явственно обнаруживаемое в телесных действиях или иначе. Послушание есть умершление членов при живом уме. Послушание есть неиспытываемое предварительное движение, произвольная смерть, не озабоченная ничем посторонним жизнь, беспечальное бедствование, непридуманное оправдание перед Богом, небоязненность смерти, безбедное плавание, путешествие спящего. Послушание есть гроб воли и воскресение смирения. Оно не противоречит, не рассуждает, как бы мертво и в добром, и в том, что, по-видимому, худо. Ибо за все будет ответствовать тот, кто благочестно предал смерти душу послушника. Послушание есть отложение рассудительности при богатстве рассудительности. Начало умершления и душевной воли и телесных членов есть скорбь. Средина же иногда скорбь, а иногда нескорбное состояние. Но конец уже совершенная неощутительность и невозбуждаемость скорби. Тогда только оказывается скорбным и болезнующим этот блаженный живой мертвец, когда увидит себя исполняющим свою волю и убоится суда, какой должен понести на себе. 5. Вы, которые решили вступить на поприще этого духовного исповедничества, вы, которые желаете принять на шею свою иго Христова, вы, которые с этой минуты стараетесь иго свое возложить на плечи другому, вы, которые поспешаете дать рукописание, что добровольно предаете себя в рабство, и желаете, чтобы вместо этого написано было вам право на свободу, 6. Вы, которые во время плавания, подъемлемые руками других, переплываете это великое море, знаете, что решились вы идти путем суровым, но кратким, с которого одно только есть уклонение, и оно называется самочинием. А кто однажды навсегда отрекся от того, даже в том, что кажется прекрасным, духовным и богоугодным, тот достиг цели прежде вступления в путь. Ибо послушание есть недоверие себе самому в рассуждении всякого доброго дела, даже до конца жизни, намереваясь преклонить шею свою о Господе, из видов и побуждений смиренно мудрее, и решительно верить в Господе спасение наше другому, прежде вступления на это поприще, ежели есть в нас сколько-нибудь хитрости и благоразумия, подвергнем суду, исследованию и, скажу так, испытанию своего кормчего, чтобы, верившись вместо кормчего, едва владеющему веслом, вместо врача больному, вместо бесстрастного рабу страстей, вместо пристани морю, не найти душе своей готового крушения. По вступлении же на поприще благочестия и подчинения ни в чем уже не будем судить доброго нашего руководителя в подвижничестве, хотя, может быть, и увидим в нем, как в человеке, какие-нибудь легкие погрешности. Иначе же, став судьями, не получим никакой пользы от подчинения. Кто хочет навсегда удержать в себе несомненное доверие к наставнику, тому совершенно необходимо хранить в сердце своем неизгладимыми и преснопамятными добрые его дела, чтобы, когда демоны начнут ссевать в нас недоверие к нему, могли мы заградить ему ста тем, что сохраняется в нашей памяти. Ибо в какой мере доверие светет в сердце, такое же и тело спешит к смирению. А кто приткнулся о недоверие, тот уже пал. Ибо вне всякого сомнения, что не поверит, то грех. Как скоро помысл внушает тебе судить или осудить настоятеля. Беги от него, как от блуда. Никак не давай этому змею ни воли, ни места, ни входа, ни власти. Но скажи этому змею, слушай, обольститель, «Не я над начальником, а он надо мной обязался производить суд. Не я ему, а он мне поставлен судьею». Отцы определяют, что псалмопение есть оружие, молитва. Молитва – стены, неукоризненные слезы – баня. А блаженное послушание по рассуждению их – есть исповедничество. И без него никто из подверженных страстям не узрит Господу. Подчиняющий себя сам на себя произносит приговор. Если он будет совершенно послушен ради Господа, то, хотя и не почтет себя совершенно послушным, избежит своего суда, если же в чем-нибудь исполнит свою волю, то, хотя и почтет себя послушным, сам на себе понесет бремя. Хорошо еще, если настоятель не перестает обличать его, а если молчит, то не знаю, что и сказать. В простоте, подчиняющийся в Господе, совершает доброе течение, не возбуждая против себя злокозненности бесов своей пытливостью. Десять. Прежде всего будем исповедоваться доброму нашему судье, и при том ему одному. Если же повелить, то и всем. С трупы, показанные другим, не больнее от этого сделаются, но уврачуются. О разбойнике, покаявшемся! Быв в одном обтяжительном монастыре, видел я страшный суд доброго судьи и пастыря. Во время пребывания моего там случилось, что некто из разбойников приступил к монашескому житию, и превосходнейший тот пастырь, врач, велел ему семь дней пребывать в совершенном покое и замечать только установленный в обители порядок. По прошествии недели пастырь, призвав его, спросил наедине, нравится ли ему жить вместе с ними. И увидев, что он со всей искренностью согласен на это, спросил еще, что худого сделано им в мире. Когда же увидел, что он по слову этому с готовностью принес во всем исповедь, еще искушая его, сказал, «Хочу, чтобы открыл ты это при всем братстве. Он же действительно возненавидел свой грех и пренебрегая всякий стыд, немало не колеблясь, обещал это сделать, даже приносок купил, если угодно, скажу, середине Александрии». После этого пастырь собирает в Господень храм всех овец числом 330, и во время совершения Божьей службы, ибо день был воскресный, по прочтении Евангелия вводит на конец этого неукоризненного подсудимого. Влекли его несколько братьев, которые слегка наносили ему удары. Руки были у них связаны назад, у него. Одет он был в волосяное вретище, на голове посыпан был пепел. Почему самым зрелищем этим все были поражены? И вдруг раздался плачевный вопль, потому что никто не знал, что такое делается. Потом, когда приблизился он к церковным дверям, священная глава, человеколюбивый пастырь велегласно разглашает ему, «Остановись! Не достоин ты войти сюда!» Пораженный голосом пастырь, исходившим к нему из святилища, ибо думал, как уверял нас впоследствии клятвами, что слышит не человеческий голос, а гром. Падает он мгновенно на лицо свое втрепеть и весь, взволнованный страхом. Так он лежал на земле и омочал пол слезами. Чудный же этот врач, употребляя все средства к его спасению и желая представить всем образец спасительного и действенного смирения, опять увещевает его, при всех подробно рассказать, что им сделано. И он с ужасом исповедует, один за другим, все грехи, возмущающие всякий слух, не только плотские и естественные, и противоестественные, словесными и бессловесными, но даже отравления, убийства и многое другое, о чем непристойно слышать или предавать Писанию. Когда же кончил он исповедь? Пастырь велит, чтобы немедля постригли и сопричислили его к братьям. Удивившись мудрости этого преподобного, спросил я его наедине, для чего произвел он такое необычайное зрелище? Истинный врач этот отвечал для двух причин. Во-первых, чтобы самого исповедовавшегося настоящим стыдом избавить от стыда будущего, что и действительно так было, брат Иоанн. Ибо не встал он с полу, пока не сподобился оставлению всех грехов. И не сомневайся в этом. Один брат из бывших там уверял меня, говоря, «Видел я, что кто-то страшный держит исписанную хартию и трость, и когда лежащий сказывал грех, он изглаждал этот грех тростью». И это справедливо, ибо сказано, «Сказал, исповедай на меня беззаконие мои пред Господом, и ты оставил мне честие сердце моего». Салом 31.5. Во-вторых, поскольку в братстве есть и такие, которых некоторые грехопадения остаются тайными, то и их хотел я побудить этим к исповеди, без которой никто не сподобится оставлению грехов. «Много и иного досточудного и достопамятного видел я у этого преснопамятного пастыря и в пастве его, и большую часть этого попытаюсь довести и до вашего сведения. Ибо немалое время проживал я у него, следя за образом их жизни. И приведен был в великое удивление, видя, как эти земные подражали небожителям. В этой пастве заключен неразрешимый союз любви. И что еще удивительнее, она свободна от всякой вольности в речах и от празднословия. Более всего стараются братья, чтобы чем-нибудь не уязвить братнюю совесть. Если же кто оказывается ненавистником другого, то пастырь удаляет его в отдельный монастырь, как осужденного. Однажды некто из братьев худо говорил пастырю о ближнем своем. Преподобный тотчас велел изгнать его, говоря, «Не позволю, чтобы в обители был и видимый, и невидимый дьявол». 15. Видел я у этих преподобных отцов дела истинно полезные и достойные удивления. Видел братство о Господе, сошедшееся и соединишееся, и приобретшее в себе чудное делание и созерцание. Ибо столько занимается богомыслием и упражняется в добрых делах, что для этого не имеют почти нужды в напоминании настоятеля, но по доброй воле пробуждают друг друга к божественному бодрствованию, ибо у них определенно изучены и утверждены некоторые святые и божественные упражнения. Если оказывалось, что кто-нибудь из них в отсутствии настоятеля начинает злословить или осуждать, или вообще прознословить, то другой какой-нибудь брат с тайным мановением, напоминая ему о том незаметном, прекращает это. Если же брат по случаю не догадывается, то он, опомянувший, сделав поклон, наконец уходит. Неистащимым же и непрекращаемым предметом их собеседования, когда нужно и поговорить, бывает памятование смерти и мысль о вечном суде. Не примену сказать вам о весьма необычайном приспиянии тамошнего повара, видя, что он во время служения своего постоянно погружен в размышления и слезы, просил я объявить мне, как сподобился он такой благодати. И вынужденный мною, отвечал он, всегда думал я, что служу не людям, но Богу, и признав себя недостойным всякого упокоения, в этом видимом огне, имея непрестанное напоминание о будущем пламени. Послушаем я о другом необычайном их приспиянии. Даже из-за самой трапезы не прекращают они умного делания, но по какому-то навыку, тайными знаками и мановением блаженно эти напоминают себя о внутренней молитве. И не на трапезе только делают это, но и при всякой встрече друг с другом, и в каждом собрании. Если же кто из них сделает проступок, то от братьев много бывает к нему прошений, чтобы им предоставил позаботиться о том, и перед пастырем принес оправдание и принять наказание. Почему и великий этот муж, узнав, что так делают ученики его, налагает легчайшее наказание, зная, что наказываемый не подлежит ответственности, даже и не разыскивает, кто именно впал в проступок? Может ли быть у них терпимо памятование о пустословии и шутке? Если кто из них начинает спор с ближним, то другой, проходя мимо, делает поклон, и тем рассевает гнев. Если же замечает, что спорящие злопамятны, то объявляет о ссоре, занимающему второе место по настоятели, и доводит до того, что они примиряются между собой еще до захождения солнца. А если упорствует в ожесточении, то бывают или наказаны лишением пищи до примирения, или изгнаны из обители. Двадцать. Эта же достохвальная строгость наблюдается у них не напрасно, но явно приносит обильный плод, ибо у них, у этих преподобных отцов, оказалось много преуспевших в деятельной жизни, прозорливых, рассудительных и смиренно мудрых. У них можно видеть зрелище странное и ангела прекрасное. Почтенные сединами и священно прекрасные старцы, как дети, поспешают на послушание, и унижение свое вменяет в себе величайшую похвалу. Там видел я мужей около пятидесяти лет, пребывавших в послушании, и когда просил их известить меня, какое утешение получили они от столь долговременного труда. Один из них отвечали, одни, что достигли глубины смиренно мудрее, и им навек отразили от себя всякую брань. Другие же сказывали, что приобрели уже совершенную нечувствительность к злословию и оскорблениям, и переносят их без труда. Видел я та же, что другие из этих престопамятных отцов, при ангеловидной седине достигли до глубочайшего незлобия, и до премудрой, самопроизвольной и богоправимой простоты. Как лукавое есть нечто двойное, а одно видимое и другое скрытое, так простое есть не что-либо двойственное, но нечто единое. Нет между ними ни разумного и ни мудрого старца. Каковыми бывают старые люди в миру, которых обыкновенно называют выжившими из ума. Напротив того, по внешности они вполне кротки, доступны, ни угрюмы, ни в словах, ни в нравах, что не во многих найдется. Не имеют ничего притворного, ухищренного и лживого. Внутренне же в душе, как невинные младенцы, дышат только Богом и настоятелем, а умное око их смело и бодро устремлено на бесов и страсти. Целой жизни моей, о священная глава и боголюбивое собрание, не достанет на то, чтобы описать добродетели и ангелоподобное житие этих блаженных отцов. Однако же лучше и слово свое нам украсить и вас возбудить к боголюбивой ревности, их многотрудными подвигами, нежели собственными своими советами. Ибо без всякого прикословия худшее украшается лучшим. Прошу только об одном не подозревать, будто бы пишем что-либо вымышленное, ибо недоверие обыкновенно вредит пользе. Будем же опять продолжать то, о чем говорили прежде. Об Исидоре. Некто по имени Исидор, имевший сан градоправителя в Александрии, в недавнее перед этим время отрекся от мира в упомянутом нами общежительном монастыре, и я застал его еще там. Преподобнейший тот пастырь, приняв его, приметил, что он очень лукав, жесток, зол и надменен. И этот премудрый человеческим примышлением перехитрил бесовскую хитрость. И говорит Исидору, если решился ты взять на себя Иго Христова, то хочу, чтобы прежде всего обучился ты послушанию. Исидор отвечал, как железо кузнецу, так и я предаю себя в подчинение тебе, святейший. Великий Отец, воспользовавшись этим уподоблением, тотчас дает упражнение этому железу Исидору и говорит, хочу, брат, по естеству, чтобы ты стоял у ворот обители и перед каждым входящим и выходящим преклонял колено и говорил, помолись о мне, Отец, я в подучей болезни. И он послушался, как ангел Господа. Когда же провел там семь лет и достиг глубочайшего смирения и сокрушения, тогда достославный Отец после законного семилетия и беспримерного Исидорова терпения благоволил Исидора, как предостойного сопричислить к братьям и удостоить рукоположения. Но Исидор через других и через меня немощного много раз умолял пастыря, чтобы ему там, как жил прежде, так и окончить течение, неясно давая уразуметь этим словом свой конец и приближающееся призвание, что и действительно было. Ибо когда наставник позволил ему остаться в том же чине, по прошествии десяти дней, в бесславии своем славно переселился он ко Господу. В седьмой день по своему спении, появ Господу и вратаря обители, так, как блаженный говаривал ему, если сподоблюсь дерзновения перед Господом, то в скором времени будешь и там со мной неразлучен. Что избылось к совершеннейшему удостоверению в непостыдном его послушании и богоподражательном смирении? Этого-то великого Исидора, когда был он еще жив, спросил я, какое делание имел он ум его во время пребывания у ворот. И признопамятный не потаил этого от меня, желая оказать мне пользу. В начале, говорил он, рассуждал я, что продан за грехи мои и потому со всей егорестью и с принуждением, как бы с пролитием крови, делал поклон. По прошествии же года сердце мое не чувствовало уже скорби, ожидая от самого Бога награды за терпение. А когда минул еще один год, тогда уже с сердечным чувством стал я почитать себя недостойным и пребывание в обители, и лицезрение отцов, и встречи с ними, и причащение тайн, и не смел смотреть в лицо кому-либо, но поникнув очами дол, а еще более поникнув мыслью, искренно уже у входящих и выходящих и спрашивал в молитве их. О Лаврентии! 25. Однажды сидел я за трапезою с этим великим настоятелем, и он, святые уста свои, преклонив к уху моему, говорит, «Хочешь ли покажу тебе при самой глубокой седине божественный образ мыслей?» Когда же стал я о том просить, праведный позвал со второй трапезы, именуемого Лаврентием, около 48 лет пребывающего в обители, и второго в монастыре пресвитера. Он пришел, преклонил колено перед игуменом и принял от него благословение. Но когда встал, игумен вовсе ничего не сказал ему, и оставил его стоять перед трапезой и ничего не вкушать. Обед же только начинался. Почему стоял он долгий час или часа два? Мне было уже стыдно взглянуть в лицо этому труженику, потому что весь он был сед и жил 80-й год. Так до окончания обеда простоял он без ответа. Когда же встали, преподобный посылает его упомянутому высшему великому Исидору сказать «Начало 39-го псалма». Я по лукавству своему не пропустил случай испытать старца. И на вопрос мой, о чем он думал, стоя перед столом, сказал он, представляя пастыря в христовом образе, рассуждал я, что вовсе не от него, но от Бога имею повеление. Почему и стоял я, отец Иоанн, не как перед человеческой трапезой, но как перед Божьим жертвенником, принося молитву Богу. В рассуждении же пастырь вовсе не имел никакой лукавой мысли по вере и любви моей к нему. Ибо сказал некто, что любовь не мыслит зла. Сверх того, да будет известно тебе, отец, что если кто предал себя простоте и добровольному низвобию, то лукавому нет уже в нем ни места, ни времени. Об экономе. Каков при помощи Божией был этот рачитель о спасении словесных овец. Такого же и дома представника обители послал ему праведный Господь. Он был целомудрен не менее всякого другого, кроток же, как весьма немногие. На него-то великий старец к назиданию прочих напрасно напал в церкви, велев безвременно выслать его. Я знаю, что он не укоризнен в том, в чем винил его пастырь. Наедине стал оправдывать эконома перед этим великим старцем. Мудрый ответствовал мне, и сам я знал это, отец. Но как несправедливо и жалко вырывать хлеб из уст у голодного младенца. Так и пекущийся о душах делает вред и себе, и труженику, если не доставляет ему ежемесячных случаев приобретать венцы, какие, сколь известно ему, может получить труженик, терпя или оскорбления, или бесчестия, или уничижения, или осмеяния. Ибо этим делаются три весьма тяжкие несправедливости. Во-первых, терпит несправедливость лишаемой мзды, какую получил бы за наказание. Во-вторых, несправедливо поступает настоятель, когда добродетелю одного мог доставить пользу другим и не сделал этого. А третья самая тяжкая несправедливость та, что нередко, по-видимому, самая трудолюбивая и терпеливая, если несколько времени не прилагать о них родения, и настоятели уже, как преуспевших в добродетели, не обличать и не укорять их, лишаются той кротости и того терпения, какие были в них. Земля, хотя хороша, плодоносна и тучна, но оскудение воды и бесчестия может сделать, что она одичает и произрастут на ней тернии кичливости, блуда и небоязненности. Зная это, великий апостол писал к Тимофею, «Настой, нападай, наказывай их благовременно и безвременно». Я вступил в спор с этим истинным путеводителем и представлял ему немощь рода нашего и то, что многие в следствии напрасного, а может быть и не напрасного, наказания отторгаются от пасту. На это старец, это палата мудрости, сказал еще, «Душа ради Христа, привязавшаяся к пастырю, любовью и верою, не оставит его, хотя бы нужно было и кровь пролить, особливо же, если бы наим когда-нибудь облагодетельствована и исцелена от трупов своих. Ибо помнит, кто говорит, ни ангел, ни начало, ни силы, ни иная другая, какая тварь, не может отлучить нас от любви Христовой. Если же не столько она привязана, привержена и прилеплена к пастырю, то подивлюсь, если окажется, наконец, что она не напрасно пребывала в этом месте, привязанной к нему притворным и ложным подчинением». Субтитры создавал DimaTorzok